Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас будет обзор еще одной бюджетной головки звукоснимателя от компании Sumiko, модель Black Pearl. Давайте для начала посмотрим, что же она из себя представляет, а далее уже поговорим о самом главном, о звуке. Black Pearl в переводе означает черная жемчужина, картридж типа MM со сферической заточкой, используемый магнит из сплава алюминий никель-кобальт, с медным проводом на катушке, корпус из АБС-пластика, частотный диапазон от 18 до 27 тысяч герц, выходное напряжение 4 мВ, разделение каналов 28 дБ, разбаланс каналов 0,5 дБ, податливость 12, внутреннее сопротивление 1130 Ом, сопротивление нагрузки 47 кОм, рекомендованная емкость нагрузки от 100 до 200 пФ, прижимная сила от 1,5 до 2 грамм, рекомендуемая 2 грамма, угол трекинга 20 градусов, вес картриджа составляет 6 грамм, цена 7800 рублей, стоимость вставки для головки звукоснимателя 3900. Black Pearl это вторая головка звукоснимателя в линейке сумика среди картриджа типа MM. За счет более тонкой алюминиевой трубки-кантиливера Black Pearl имеет некоторые отличия от самой бюджетной Oyster. Частотный диапазон расширился до 27 тысяч герц, разделение каналов выросло на 3 дБ, при этом разбаланс каналов уменьшился вдвое. Прошу обратить внимание на размер картриджа. Эта информация вам понадобится в случае, если в вашем проигрывателе тонарм не регулируется по высоте. Ну и как же проходило тестирование? Картридж был установлен на проигрыватель Micro Seiki DD8 с тонармом MA505, фонокорректор PS Audio Phonostage, усилитель Dual CV 5670, акустика собственного производства. В качестве АЦП в этот раз выступал Sound Devices Mixpre 10T, для того чтобы поделиться сэмплами с вами, ну и конечно чтобы оценить звук головки звукоснимателя на родной мне акустике Tanoi D500. Для большей объективности тестовые пластинки я взял те же самые, что и для картриджа Oyster. Это три переиздания свежих Depeche Mode Violator, Metallica на лейбле Blacknut, Pink Floyd Division Ball на лейбле Parlofon и старые гвардии Slayer, альбом Soul of Heaven, первый американский пресс. Ну и давайте посмотрим, что же черная жемчужина приготовила нам по звуку. Частотная характеристика у черной жемчужины не имеет явного японского акцента. Что это означает? Что высокие частоты здесь не задраны. Тем временем бас здесь проработан наоборот очень детально. Средний диапазон проработан неплохо, но за счет явного доминирующего, скажем так, баса середина немножко кажется потерянной. Но на самом деле это не так и зависит в первую очередь от того, какую музыку вы слушаете. В одном из обзоров я уже как-то упоминал, что в компании Sumika есть головки звукоснимателя, которые имеют акцент как на высокие частоты, так и на упругий красивый бас. И это на самом деле замечательно, когда в пределах одного бренда есть головки звукоснимателя на любой вкус и цвет. По динамике этот картридж также показал себя с очень хорошей стороны, с учетом, конечно же, своей ценовой категории. Чтобы не быть голословым, давайте прогоним картридж в паре тестов по амплитудочастотной характеристики. А поможет нам в этом тестовая пластинка от Analog Productions. Первый тест АЧХ в диапазоне от 1 до 20 кГц на уровне минус 20 дБ. Итак, вертикальная шкала уровень громкости, горизонтальная шкала частота. Чуть ниже дублируется индикатор уровня громкости, на который мы и будем обращать внимание. Итак, начнем тест. Частота 1 кГц, уровень громкости минус 20 дБ. Обращаем внимание при изменении частоты, как меняется уровень громкости. С 3 до 8 кГц высокие частоты затихают на 3 дБ. Эта картина продолжается до 18. кГц. С 18 до 20 кГц идет подъем на 5 дБ. Но, к сожалению, мы этого уже не слышим. Для большей наглядности обратите внимание на waveform сэмпла. Провал в области 18 кГц полагает дефект тестовой пластинки, поэтому на это внимание не обращаем. Второй тест АЧХ в диапазоне от 1 кГц до 20 гц при уровне громкости минус 5 дБ. Обратите внимание, при понижении частоты есть незначительный подъем уровня громкости примерно на 1 дБ. Ниже же 100 гц начинается спад. Громкость падает на 7 дБ. Опять же более наглядную картину вы можете наблюдать на waveform сэмпла. Ну и как же это отразилось на жанровости? Скажем, такие жанры как трэш, дэд, хэви, метал 80-х годов, особенно немецкого происхождения, где высокие были, как правило, задраны, эта головка звукоснимателя отыгрывает потрясающе. Черная жемчужина скорректирует амплитуду частотную характеристику до комфортной. В то время, если взять те же самые жанры и поставить головку звукоснимателя с явным акцентом на высокие частоты, то есть которая сильно задирает высокие частоты, то помимо звона в ушах вы услышите еще и сибилянты. Но в то же время, если взять такой жанр как хард-рок 60-70-х годов, то я, пожалуй, взял бы что-нибудь позвонче черной жемчужины. Яркий пример тому Slayer South of Heaven, первый американский пресс на этой головке звукоснимателя, мне понравилось как звучит. Нету явного цыканья на тарелочках и появился красивый упругий бас. То же самое примерно касается и металлики черного альбома, сибилянтов здесь практически не слышно, высокие частоты звучат комфортно, плюс опять же упругий бас. Что же касается электронной музыки, в частности, давайте перейдем к сэмплу Deepish Mode Violator. Здесь черная жемчужина себя показала также с очень хорошей стороны, поскольку в электронной музыке бас имеет очень весомый аргумент. Что же касается Pink Floyd Division Bell. Учитывая, что это переиздание ремонтированное, верха здесь слегка задрана, поэтому никакого дискомфорта с их нехваткой на этом картридже я не заметил. Поп-музыка также хорошо удается этому картриджу. Ну а что касается классики и джаза, то здесь ситуация вполне типичная для картриджей типа MM этой ценовой категории. Сколько бы я не слушал современных картриджей типа MM этой ценовой категории, никто пока еще не может меня порадовать богатым, красивым, проработанным звуком всех инструментов. Но, в общем-то, это, повторюсь, ситуация вполне типичная, за эти деньги требовать от картриджей чего-то сверхъестественного не стоит. Теперь предлагаю перейти к достоинствам черной жемчужины. Цена ее составляет 7800 рублей, что является, в общем-то, вполне бюджетным решением. При этом она всего лишь на 700 рублей дороже, чем самый младший собрат, модель Oyster. При этом вы получаете более широкий частотный диапазон, чуть выше разделения каналов при меньшем разбалансе. Также еще одним существенным плюсом этой головки звукоснимателя можно считать возможность апгрейда, заменив штатную вставку на вставку от модели Perl, которая является следующей уже в линейке компании Sumika. Учитывая, что Black Perl и Perl имеют абсолютно одинаковую геометрию корпуса, вставки у них взаимозаменяемы. При этом вставка от Perl имеет эллиптическую заточку, что более благоприятно сказывается на трекинге. Также существенным достоинством этого картриджа является высокое выходное напряжение в 4 милливольта. Это означает, что черная жемчужина неприхотлива к фонокорректорам даже бюджетного сегмента. Ну и конечно же, учитывая геометрию картриджа, очень простой процесс установки и настройки. Обратите внимание, это один из самых простых по настройке картриджей, что я встречал. Поэтому если у вас есть все необходимые шаблоны для настройки, проблем с этим у вас возникнуть не должно. Ну и теперь давайте перейдем к недостаткам. Недостаток здесь один, он точно такой же, как у младшей модели Oyster и связан он со сферической заточкой. Это довольно-таки средний трекинг. Сибилянтов здесь, кстати, меньше, с учетом того, что головка не акцентирует ярко высокие частоты. На громких пластинках все равно будет наблюдаться падение качества ближе к яблоку. Но не будем забывать, что это картридж начального уровня со сферической заточкой, поэтому требовать от него чего-то сверхъестественного не следует. Что можно сказать в заключении? Black Pearl это недорогой картридж, который хорошо подходит для замены штатного звукоснимателя в бюджетном проигрывателе. Прирост в качестве будет ощутим. С учетом собственного почерка в амплитудо-частотной характеристики, для большего понимания и объективности настоятельно рекомендую вам ознакомиться с сэмплами, которые находятся по ссылке в описании. Что ж, друзья, у меня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. Счастливо!